отлично все значит я включил на запись и при том ты проходишь через эту программу до видео да да все вяжем вяжем стимулятор на счет чего я для себя приготовил в общем показать я приготовил показать крючки в общем стандартные крючки которые идут для стимуляторов они могут иметь такую вот форму они называются в основном тире стирал то есть наземные насекомые в общем когда спрашиваешь чего вот там такую маркировку то есть если что-то мы ищем и можем искать просто 3 стрел наземные насекомые опять же когда мы спрашиваем кого имитирует стимулятор в общем кого угодно потому что начиная от кузнечика и заканчивая веснянкой любое большое крупное насекомые он имитирует вот эти вот крючки в общем чем они мне единственно что не нравится кроме того что они бородатые тем что они лимерики то есть у них тут кончик такой что после спиливания оборотки они рыбу держат немножко хуже но как говорится дайте рыбе шанс а например самые хорошие крючки самые любимые так на пика моего любимого жиндрича которые вот может быть сегодня я не буду вязать буду вязать на других и в общем любые другие крючки у которых есть такой изгиб даже например вот такие клин хаммер extreme 16 они в общем для этого подходят для этого определенным образом лучше набить руку вот такие крючки мне тоже очень нравится везде где есть такой загиб естественно чем длиннее сама и сам крючок тем нам удобнее будет делать если вот такие тоже клин хаммер на которых вполне можно выстроить стимулятора я сегодня наверно возьму тот стимулятор на котором это делать проще всего ну и то что примитим применимо для израиля а потом когда мы довяжем чтобы не тратить час время я спилю бородку вот клин хаммер extreme 16 но наверное я спилю бородку сразу потому что потом не хочу с перьями всем этим заниматься я когда-то загибал на и более крупные крючки загибаю более мелкие просто беру пилочку маленькую алмазную буквально несколько движений наш крючок безбородой нет смысла ловить крючками с бородками потому что в общем тех пор как я ловлю безбородыми крючками я не помню что у меня стало больше сходов чем на крючками с бородкой а когда рыбу отпускаешь гораздо проще отпускать когда она на безбородом крючке значит еще один момент который хотел сказать который странный для меня да в основном когда мы покупаем мех его показывают нам вот так то есть мы то что мы видим там на сайте или где-то еще мы видим это вот в такой форме что в общем не дает никакого представления об истинном истинных свойствах этого меха то есть в основном для того чтобы мех посмотреть нужно это перевернуть и тогда мы видим например здесь мех прямой короткий и плотный он подходит для этого крючка плюс минус а вот этот не подойдет он такой выгнутый весь и в общем он явно для гораздо больше крючков а если мы смотрим вот с этой стороны особенно на картинках каких-то очень тяжело это определить я когда маленькие всякие стимуляторы вижу я конечно ищу мех такой поровнее да поплотнее чем он ровнее плотнее тем лучше для стимуляторов по крайней мере вот такой мех я наверное использую сейчас он очень светлый так первое чем мы делаем это мы соответственно закрепляем ниточку но вот этом вот изгибе лишний я отрезаю я вообще смотрю как ловко люди в в интернете в том же самый пятиджан отрывает эти нитки я несколько раз пытался это сделать и мне ни разу не получилось дальше я отрезаю этот мех вот этот мех да конечно менее красиво смотрится здесь на зато до четкое представление того какой он отрезаю щепотку сейчас я покажу какую плохо видно конечно здесь вот такой вот щепоточку этого меха это то что пойдет на на тело и на вода хвоста отрезаю как можно ниже и дальше в общем чего есть у этого меха у этого меха есть так называемый но такой пух есть вот тут достаточно хорошо видно в общем чем не этот пух мешает вот он вылетел просто тем что делает это как бы неравномерным и более толстым этот мех лучше просто вот так пальцами выщик слава я с тобой супер я просто тебя не вижу понимаешь если бы ты отключил все-таки камеру я бы может быть у меня камера включена а так ты но я совсем не вижу просто ничего я вижу просто такое аквамариновый то есть вот этот вот мы остался хвостик о гораздо приятней остался хвостик в общем конечно хорошо бы чтобы этот хвостик смотрел весь в одну и ту же сторону есть люди которые пользуются ступками я купил тоже такую ступку и вот в тот день когда ее получил я научился делать это пальцами в общем еще такой момент с этими стимуляторами я очень много видел роликов которые начинают вязать от хвоста когда мы начинаем вязать от хвоста получается что мы любая затяжка у нас этот хвостик очень быстро разбегается становится некрасиво поэтому я всегда начинаю вязать от головы посмотрю сколько у меня тут чтобы хвостик касался там есть три точки на которые это сухая мушка должна опереться я примерно себе смотрю какая она должна быть по длине закрепляю 1 1 петелька набрасывая 2 ближе к крючку прохожу и вверх затягиваю здесь у меня есть много всяких вариантов для ошибок которые совершенно не влияет на саму мушку потому что пока я приду к хвосту я уже могу вполне все это поправить и обратно я возвращаюсь мне важно этот носочек закрепить чтобы он был красивый получился хвостик но сама мушка небольшая хвостик у него получился достаточно длинный тут достаточно большая вариативность хвостика мне важно чтобы этот носочек я могу еще раз пройти закрепить закрепляя всегда вверх не важно чтобы он не вращался но без фанатизма особенно учитывая то что в конце мне нужно это не сильно закреплять чтобы он не распушился а был устойчивый и держал мою мушку на воде теперь тут есть несколько хитрости хитрость номер 1 мы как бы когда будем делать голову нам важно чтобы голова была под уклоном чтобы на него красиво легло перо которое будет не перо а мех который будет являться крылом и поэтому все что я делаю до этого я стараюсь направить на вот эту вот цель как-то слова по как как ты папа по этапу где-то находишься тело вижу но я не натягиваю тебя ты вяжи я прислушиваюсь и но я я я не хочу торопиться зачем тут у нас не 40 человек поэтому я головку вот этот который остается но правда у нас останется запись я надеюсь что нам не вырубит ее через полчаса она продолжится немножко дольше максимум я могу через другой аккаунт зайти тогда будет полный без ограничения времени и мне скажи когда ты доведет довяжешь хвостик мне кажется там вверх и нужно закреплять то есть подтягиваешь вверх чтобы этот носочек было закрепился не вращался я его рукой держу чтобы никуда не смещался я этот вот я уже вниз как бы уже сверху вниз прошел и сейчас обратно просто я не видел что ты прижимаешь его не видел что было такое движение которое должно быть я понял вот этот вот хоколок на на который остался у меня и распушился в начале слава погляди на себя экран я его тоже отрезают так чтобы у меня получилась горочка такая потом мне поможет более красиво поставить сюда крыло бои стимулятора прекрасно я сразу тебе хочу сказать поэтому в общем я даже не знаю что тут можно улучшить мы записываем в общем дальше в общем нам нужно закрепить проволочку какую-то чем тоньше тем лучше потому что у меня ну 16 номер стимулятора поэтому меня много лет радует и греет проволока которую я вытащил из моторчика зубной щетки электрической при этом я даже не знаю когда она закончится потому что все другие которые я это время уже успел попробовать разомрать просто как они перестали работать там почему-то там почему-то были более толстые проволоки руку это я опять же самой головы прикладываю и просто закрепляю здесь она мне пригодится потом чтобы закрепить palmer которым я обмотаю тело мне кажется проволока моя куда-то упала кажется с конца дальше дальше мы говорим про тело про дабинг я предпочитаю super fine дабинг dry дабинг для тела это первый вариант второй вариант который мы могли бы сделать мы могли бы например здесь сделать из cdc полностью спирать и деси вплетяю в нитку но я еще как-то не 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 понял для себя насколько это плавучи потому что когда я обматываю петушиным пером я понимаю что это будет держать на воде когда я обматываю cdc мне кажется что в силу формы особенной такой стимулятора вполне возможно что он будет прокалывать просто воду это cdc не будет грамотно просто лежать тоже сидите хорошо например на мушках которые вяжутся на ровном крючке напрямую за получается что cdc растеклось по воде и так хорошо это держит а тут у меня получается что проколит крючок воду и поэтому мушка будет плавать меньше я конечно нужно учитывать что любая сухая мушка рано или поздно начнет тонуть поэтому когда их много просто обматываю вокруг я достаточно по-свойски отношусь к стимуляторам как я связал очень много можно было этот дабинг вплести и в самку нитку как мы это делали с клинхаймерами но в этом я здесь не вижу необходимости я пытаюсь сделать как можно более ровное тело при этом оно должно быть не толстым из дабинга у меня должно быть совсем совсем чуть-чуть того чтобы но и желательно чтобы он был равномерный для того чтобы тело было ровно и на нем хорошо было держалось перо нашего палмера и в общем вот так вот я это тело сделал перри опять же я помню про вот это вот мое место она для меня очень важно и вот вот это вот место потому что отсюда потом я положу сюда крыло которое должно как-то красиво здесь стать вот так поэтому я домотал до конца свой дабинг он оранжевый тело например у кузнечика но часто бывает такого цвета то же самое веснянки бывает более яркого цвета самого тела дальше мне нужно обмотать палмером тело не очень так много и в общем я либо беру например совсем какой-то светлый палмер это тоже возможный вариант например совсем какой-то такой нейтральный серый и на таких номерах мне нужен уже маркировка silver байтинг фармс и естественно перо для сухих мушек в общем нужно посмотреть какое мне подходит по размеру вот на самом деле из-за этой формы крючка мне не обязательно брать прям 16 номер потому что я могу взять и 18 16 может выглядеть немножко странно но когда много лет вяжешь можно пользоваться специальным инструментом для определения размера пера можно вокруг крючка просто в данном случае если мы делаем палмер приложить посмотреть как это будет выглядеть но в общем на глаз это тоже видно какие перья подходит какие не подходит в общем обмотка тела не должно быть слишком 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 длинный поэтому нужно поискать то перо который подойдет вообще стоит когда вяжешь мушку уделить внимание и выбору материалов и тому как как ты вяжешь потому что в общем тут торопиться некуда особенно когда мы учимся желательно чтобы мушка которая доставит комфорт потом на рыбалке потому что быстро быстро сажать мушку которая будет как-то плохо ловить вот например вот такое по длине перо сюда подходит мне так показалось на глаз и в общем мы вяжем мушки чтобы ловить поэтому важно чтобы она была хорошо работала не просто было красивы хорошо работал поэтому торопиться не стоит и опять я здесь привязываю мушку да вот это вот изгиба продолжая формировать свою вот эту головку на его стимулятор но то как я наматываю мне вообще с ним с перемен лучше обращаться по-свойски я его распушаю для того чтобы она лучше у меня вставал есть вязальщики которые отрывают одну из частей пера для того чтобы как-то она лучше ложилась я пытался это делать я не нашел в этом какой-то какой-то необходимости острый я начинаю мое перо наматывать при этом опять же совершенно спокойно с ним обращаясь если мне что-то мешает я просто рукой сразу поправляем не это гораздо проще сделать час чем делать это вот не должно быть очень плотно это не то что спасет вашу мушка от того чтобы она не тонула вот когда я сюда пришел это самый наверное здесь сложный момент когда я пришел к концу есть там проволочка которая там оставил я должен ее перехватить опять же если есть удобные тиски то это удобнее делать вот так вот этот момент он всегда проблем когда я перехватываю я обычно забываю взять еще одни очки щипчики и когда берешь щипчики опять же получается что с очень маленькими проволоками они очень нежные нужно стараться потому что если проволок сейчас оторвется в общем беды тут особо нет можно просто для того чтобы закрепить это перо вернуться ниткой но если мы хотим все делать так чтобы не тратить лишнего времени не переживать лучше делать это в данном случае я уже схватил это проволокой проволокой я пришел к опять же моей голове в общем здесь мы можем эту проволоку просто прихватить ниткой а можем делать такую штуку просто эту проволоку обмотать вокруг моей нитки которая уже висит и тогда намотать сюда поправляя наши перья потому что я не хочу чтобы они ко мне попали и как-то завязал то есть я постоянно поправляю вот так рукой есть излишек пера который остается всегда я как-то не 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 решил что с этим делать но видимо это необходимый расход слава как у тебя я проволоку отлично тогда подожду значит в общем сейчас нужно посмотреть что наша мушка симметрично все в порядке я вижу что мне немножко более мягкое перо попалась чем обычно в общем плохого в этом ничего не то что я делаю я я верхнюю часть этого пера просто рукой приглаживаю потому что мы в общем вплотную подошли к моменту когда мне нужно будет здесь положить колу там есть такой нежный момент да когда мы в конце должны проволокой схватить перо обычно может не получаться может сбиваться но в общем любой момент можно все повторить и и вернуться к любому для того чтобы это поправить как слава у тебя проволоку привязал уже можно ставить перона для головы отлично про проволоку у головы завязал отлично значит в общем мы берем крыло примерно столько же берем этого меха и он должно быть слишком много если он если будет слишком много для нашего крючка то он домиком как бы обогнет наш крючок а он не должен быть он должен быть только сверху я могу поставить перо более темного цвета на губ да так оно обычно и бывает мы можем более темного более светло можем экспериментировать и оставлю такой же но опять же важный момент вот этот вот пух из него убрать чтобы не было лишнего и с пером выровнять кончики то есть я обычно беру просто выравниваю кончики вот у меня я взял слишком много когда слишком много белый мех иногда может отпугивать рыбу то есть когда слишком уж яркий это нужно обращать внимание но в общем можно проводить снизу коричневые перья нет да но она будет видеть белое крыло то есть таких там где рыбу много раз ловили это может помешать просто нужно обращать внимание если мы видим что рыба выходит подходит к мушке разворачивается то один из одна из причин может быть в том что мушка слишком ярко то же самое если она слишком обильно связано то есть слишком много меха слишком много перьев тоже возможно рыба не будет брать особенно осторожно и потому что в общем у нас в природе первыми падают на воду те насекомые у которых крылья повреждены поэтому в общем никакого обильного тут быть не должно тем более что на плавучесть мушки от никак не влияет вот примерно вот это расстояние должно быть когда я креплю крыло очень важный момент я удержу крепко и я делаю первый оборот зажимая пальцами саму нитку чуть-чуть прижимая потом второй оборот ближе к колечку и вот после второго оборота вверх я затягиваю сильно но при этом держу рукой очень важно держать это рукой потому что я не хочу чтобы мои но мех разошелся окей вот у меня получилось крыло очень важный еще момент который не имеет отношения к вязанию когда мы ловим мы крыло флотантом не связываем потому что крыло и любом случае не находится в воде когда мы смазываем это флотанта мы просто увеличим его вес и увеличиваем количество раз когда наша стимулятор упадет на бок они будут сидеть в воде так как он должен сидеть так оставшийся мех я отрезаю опять же под нашим углом соблюдая форму нашей головы и внизу то что мне мешает я могу отрезать могу просто выдернуть пинцетом пинцетом безопаснее мне нужно сейчас для головы выбрать перо который будет являться как бы нашими лапками я обычно но у насекомых очень часто голова более темная то есть я возьму более темное перо я возьму большое скальп опять же вайтинга который я очень люблю он тут тот же точно такой же маркировки silver silver это где-то от 14 грубо говоря до 22 номера крючка не важно я люблю взять совсем что-то такое потемнее смотрю на это перышко сначала до то как я его привязываю немножко его распушая просто вот так вот я беру распушая смотрю как она выглядит да мне это все мне подходит отрезают тот кусочек который мне нужно отрезать а есть еще одна штука про которую я не сказал когда я это перо отрезал я вот тот кончик который привязываю отсюда я снимаю лишние лишние вот эти как это называется у пера ворсинки чтобы она лучше крепилась окей кладу его это перышко у него есть два направления мы знаем что перо у него есть вот эта сторона и вот эта сторона на данном этапе не в общем все равно как его привязывать мне нужно посмотреть только что она красиво опушена в общем на голове стимулятор у меня должно быть три оборот пера а потом я расскажу какой момент мы добавляем даринг я привязываю перо этот важный момент очень часто когда я например начинал вязать я очень плохо завязывал очень плохо работал с колечком получается приходишь на речку руки замерзшие и пытаешься на счет этой леской попасть внутрь колечка время идет солнце восходит появляются какие-то еще рыбаки ты нервничаешь колечко сильно завязан поэтому важный момент когда мы вяжем голову мы должны оставить такое расстояние чтобы наш колечко было открыто и чтобы мы потом на берегу не провели кучу времени в попытках его как-то просунуть эту леску все должно быть удобно и головы я беру гораздо более темный темно-коричневый дабинг опять же сухой ну нужно учитывать в общем данном случае он такой прям темно-темно-темно-коричневый и и в воде он будет еще темнее на один оттенок то есть он будет почти черным но я очень много знаю насекомых у которых голова такая темная беру совсем капельку потому что здесь мне важно чтобы голова не было такой очень естественно я сейчас ухожу сюда дабинг мне кстати поможет и какие-то если там сильно что-то затянул как-то мне не очень хорошо некрасиво это крыло вот это мой шанс сделать это красиво положить его более аккуратно и аккуратно все это наматываю и то что я сказал мне должно так хватить дабинга чтобы голова у меня не было завязано я хочу чтобы у меня петелька было удобно и запись же я вижу мушки для того чтобы ловить на них рыбу и поэтому мне очень важно чтобы что мне на берегу было с ней удобно потому что бывают ситуации в которых мне вдруг нужно набирать большое количество мушек на завтрашнего рыбалку и все должно работать конечно поэтому я говорю о том что практика очень важно то есть вязать красивые мушки и вешать их на стену это тоже достойно уважения но просто можно попасть в ситуацию в которой на берегу у нас в коробке будут мушки с которыми мы не сможем ловить по той или иной причине окей делаю первый оборот пера вокруг головы и смотрю в общем потом я посмотрю покручу тиски как все получилось делаю второй оборот и опять же я здесь спокойно работаю с этими перьями их спокойно отгибаю назад и третий оборот ира все здесь мне нужно заканчивать завязать вообще я все вещи которые делаю с мушками что касается вязания стараюсь делать это сверху мне просто удобно вот она пошла наверх я прихватил это ниткой раз приходит прихватил два в общем все отсюда никуда не денется мой перо него можно отрезать как-то в сторону отклонив не очень коротко это мне не будет мешать лишь бы она не ушла обратно я немножко загибаю назад эти перья потом я выпрямлю то что будет некрасиво в этом пере я имею ввиду не вперед а в крыле и мне нужно это аккуратно завязать 1 2 3 в общем принято для стимуляторов симулятора обычно classic это ел у стимулятор когда красная голова и желтое тело но как раз вот обычный какой-то вот цветовой гаммы я не могу сказать что добивался хороших результатов поэтому я вижу мы словении в основном же черными ловили черными ловили потому что в словении веснянки они очень темные но если взять руки посмотреть они такие у них тела оливково-оранжевые а все остальное черный теперь обычно когда я клею например я переворачиваю крючок наоборот часик подниму немножко камеру ушел а я понял ты под самый верно камеру больнил да даже я поднял под самый верх потому что хочу показать как я как я копаю клеем потому что опять же маленькие мушки не хочу заклеить крючок когда у меня вот так висит стимулятор я беру спокойно капельку клея кстати нужно его принести мне в соседней комнате секунду вот я беру клей и когда я перевернул крючок вот таким образом с его этим изгибом получается что когда я копаю эту капельку клея я очень небольшой шанс на то что он дойдет до петельки так поэтому я стараюсь вот заклеивать вот так и кстати я хочу сказать что вроде есть какие-то вещи которые мы делаем по привычке вот это вот заклеивание я видел что мушки которые не проклеен на узел иногда бывает развязывается потому что когда мы даже там чуть-чуть один-два разгон шнура достаточно сильно крутится мушка и бывает что незаклеенные мушки развязываются теперь в общем крыло наша красота нашего крыла зависит конечно от нашего умения но и от того насколько прямой вот тут мех не очень прямой здесь это видно поэтому в общем что я иногда могу сделать я хотел бы крыло немножко такое более прямое вот те две в данном случае шерстинки которые торчат я их могу просто отщипнуть все которые у меня выходят из какого-то общего рельефа крыла я могу их просто отщипнуть если меня все хорошо привязано все должно отщипываться аккуратно и в общем сейчас я верну только камеру в предыдущие положения в общем в итоге должно получиться вот сейчас я продемонстрирую надеюсь что вот тут есть еще вот это например можно оторвать когда наш стимулятор становится таким в общем у стимулятора достаточно широкий спектр того как может быть крыло она может быть ниже вот так вот она может быть так но в общем тут все нормально учитывая небольшой размер он вполне будет хорошо работать смотрю как здесь тут вот сейчас я покажу что он не касается крючком секундочку когда он не касается крючком поверхности воды он будет плавать просто немножко дольше вот наш стимулятор отлично а теперь мы сделаем наоборот да то есть секундочку я сейчас остановлю на секунду запись я тебя тебя тоже вижу и себя вижу ты понимаешь я включил я включил обратно запись я себя не вижу но в общем беды в этом никакой нет потому что я помню а все я себя я себя вижу отлично супер значит варя запомни эти настройки я не помню слушай я не помню ты будешь запомнить настройки слишком многого хочешь мы начинаем да мы начинаем сейчас давай еще стимулятор свяжем я побольше крючочек слушай мне пишет ошибка эрор стартинг лайвью у меня с батарейкой какая то проблема у тебя он то что он пишет что может быть батарейка фотоаппарата кончилась не может быть потому что я заряжал тогда просто надо окей и он остановил видео почему я все вижу я у меня замерло как бы ну он то что он писал он ругался на то что нет батарейки сейчас я пойду проверю ну может быть из-за того что все время знаешь а да батарея у меня батарейка заканчивается да у тебя есть поменять у меня есть зарядить поменять нет ага ну скажи как печально ну ладно закончим тогда на сегодня я ее заряжал вчера он видно на видео много жрет ну да ну смотри мы мы бы эту стене от резервной батарейки нет ну хорошо хорошо но но стимула слушай вообще я тогда отключаю и этот вот я довезу стимулятор давай просто да повяжем стимулятор без большого такого вот ну вот так вот достанься включена я хоть тебя вижу ну да ты знаешь как сейчас можно попробовать сделать стимулятора например у которого тело будет из сиди си все напрягает я я я зашел не с рабочего аккаунта со своего я думаю о том что может быть какой-то момент сам этот зум скажет что типа очень много времени и я прекращаю на максимум мы перезайдем а встречу раз я просто буду заходить с платного своего аккаунта это кричи не по времени и тогда можешь отменить шеринг экрана чтобы я видел тебя видно было очень хорошо а как отменяется шире ты просто опять туда заходишь там же ты где-то заходил шарить экран и и просто берешь стоп-шеринг делаешь и тогда я вижу только тебя восстановить демонстрацию да например да но тебе нужно отклеить свою камеру ну да я это вот я остановил я программу который этот вот да я просто зуме вижу и все будет да ничем не плохо практически уже на рыбалке я всегда завидовал тем людям которые могли просто прийти на рыбалку и сесть вязать мушек хотя в общем это конечно оправдана потому что очень много очень часто бывало в словении мы приходили ну когда уже поездили посмотрели и в общем народ там уставал убивался ходил рыбачил когда мы наверняка рыбы как бы в это время нет а мы выходили вечером и ловили больше чем мы не ловили за целый день посмотрим кто там что у нас то чего хотел от меня все сделаем иначе начнем сначала и сделаем музыку светлей я просто хорошем настроении мех вы чувствуем ух из него выравниваем это знаешь но не на расческу ленина расческа это класс я храню я вожу с собой все командировки но я еще ни разу и не воспользовался есть вещи которые привыкать делать руками и потом вот я слишком много взял для хвоста слишком много меха тоже одна из бед потому что потом если много меха берешь получается очень толстое тело которое совершенно некрасиво выглядит то что насекомых вот у весняных тех же тел достаточно тонкой попробуй сделать с более коротким хвостом они тоже очень смешные получается держу когда привязываю то есть видишь почему я привязываю от головы для того чтобы спокойно прийти к хвосту ничего не не распуская я помню было хвост распушился последние важные последние витки ближе к хвосту можно не и секс тягивать от ничего не не меняет голову я отрезаю вот здесь под углом этот хороший мех я прям чувствую пальцами что он такой очень хороший такой резиновый немножко очень крепкий хороший хвостик я сделал дальше что мы хотели сделать дальше дальше я вот в этом стимуляторе он будет экспериментальный я не буду делать завязывать проволоку я просто попробую пойти назад я хочу расщепить и вставить сиди си теперь до того как я мы извини проволоку мы не вставляем если мы будем расщеплять сиди си давай не будем вставлять от эксперимент нам нужно будет потом посмотреть как он работает этот стимулятор я беру хороший сиди си наших друзей окей я понял одну минутку мы сейчас и было вяжем привязали тел я я сейчас только обмотал то есть я привязал хвост только обмотал его ниткой и дальше я бы что сделал я вставил туда проволоку я сделал бы дабинг потом перо а здесь я хочу просто вот сейчас прямо на эту нитку обмотать это вставленным в нитку сиди си для этого родиться как ты говоришь то что лёня мне подарил ему продал эти джан вот эту штучку для телеси я беру очень хорошие очень такое пушистое перо длинные которые я купил у аоса даже два наверно потому что у меня же не будет здесь дайбинга двумя перьями в этом инструменте нужно учитывать то что например мне было не очевидно что у них тоже есть направление в одну в другую сторону я все распушаю воду ось кости вкладываю в этот инструментик и я нитка это туда вставляю потому что у меня никакой другой способ ставить от не 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 получался пальцами держать у меня это не получается вижу как ловко это делает пятиджан вот у меня заняло много очень времени чтобы с этим инструментом научиться работать хоть как-то дальше я перехватываю вот этим инструментом прошу прощения я был занят с телом и теперь значит я принципе готов вот я спустил я возле хвоста час нет когда возле хвоста нет когда я взял cdc два пера больших и и достаточно пушистых это в в этот инструментик взял вот эти вот зажимы мне они такие нежные что мне все время кажется что я сейчас их открою отрезал кости отрезалось и как обычно да мы делаем ну да перехватывать я не перехватываю мне нужно чтобы короткая сторона была здесь дальше я пытаюсь сейчас расщепить тоненькую это вот ниточку тоже мне было сомневался что мне делать я купа толще который легче будет расщепить или остаться это номер восемь рискует что не смогу и расщепить но опять же я сейчас его расправляю поэтому надеюсь что это получится вот я расщепляю но слишком маленький не попало у меня представляешь я что случилось что сейчас все исправить нет словник ничего нет не исправил но я просто отрезал уже кончики cdc вставила когда перекладывал прищепка есть они вырезают это бывает очень часто я когда расщепил нитку я ее вставляю сюда сейчас на справишься окей вставил и неважно должен момент чтобы этого я подниму немножко повыше что мой кабин холдер мог вращаться и я его кручу пока что когда его кручу получается что у меня появляются и лапки мне необходимы и дабинг нужно только смотреть как это все будет ложиться просто я никакой дабин кроме этого не подкладывал опять же мне немножко много этой нитки и когда я этот вот сиди си здесь наматываю я его аккуратненько направляю назад в общем я примерно так и предполагал что получится мне повезло это сиди си в общем так подожди мы мы сейчас что делаем делаем петлю потом я отстаю немножко хорошо хорошо я сейчас еще немножко не хватает не хватает сиди си я сейчас еще немножко на земле а что получается что мы не перо не будем ставить ничего да перо потом и конечно поставим сверху сейчас просто сделал тело и лампе имею ввиду а перо на тело перо на тело нет не дабинга не перо на тело но понимаешь дабинг ты увидишь то когда ты расщепишь нитку и вставишь сиди си вот этот отрезан туда это ему и дали она будет дабинг причем в общем с точки зрения плавучести это будет очень хороший потому что если вот сразу когда мы закончим если у нас вдруг получится и мы сразу закончим и у нас мы сразу это обработаем сидись и джелем в общем я закручиваю да 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 плавать он в общем должен очень хорошо я надеюсь в общем у него не очень много выхода есть сиди си это перо утки вопрос другой насколько хватит тут я одно надо было может быть я сделки лонг одним комплектом 2 сложил пера как мы делаем это же самое это же самое ты не делал два раза длиннее к фу нет все обматываем более обматываю да причем достаточно плотно и рукой постоянно вот так вот его направляя в сторону цевья хвоста хвоста на я получается такая очень такая мохнатая мушка но когда она попадет в воду но у нее все будет в порядке мне просто немножко не хватило ближе к концу мне не хватило сиди си поэтому я сейчас еще и тоже не хватит ну да хорошо мы стою как два соседа помнишь когда два соседа динам говорит ты недавно обои клеил тебе сколько надо было брать у нас квартира одинаковые 4 рулона вот так он и с тобой то же самое а это как я это не делал никогда я как бы просто я делал только голову так то только на торксе и когда это только в одном месте мне показалось что из-за того что тут мягкая на голове на теле жестко он проваливается в воду и тонет так как будто как все будет хорошо как проверить это когда выйдем из кризиса съездим швейджу швейджа мы говорили с матиасом он тоже там гоня он ловит да ты узнал нет он не ловит конечно нет я хочу стать он ловит на клинхаммеры на наши стимулятор он тоже ловит именно ловит 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 я имею ввиду он поймал так что клинхаммеры вполне он скал клинхаммеры и и весной и и осенью ловит на них я конечно не говорил для чего я спрашиваю ну понятно шифровался в общем сказал что мы с друзьями общались от чего мне здесь не хватает мне здесь немножко не хватает когда я пришел сюда как к началу мне нужно уже сейчас тут вязать крыло но у меня получилось слишком большой переход между телом которые сиди си и голым крючком то есть меня получилось ступенька которая мне не нравится для того чтобы от этого уйти я возьму капельку 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 дабинга совсем капельку и там сделаю такой порожек понимаешь но мне обычно еще долго придется у тебя какой номер крючка симулятора шестнадцатый отлично у меня десятый мне придется еще себе себе ну беседов 10 зато хорошо виден но я поэтому и вижу а вот у питера в в австрии 10 номер самый был ходовой мне слушай ты помнишь на озере я сам большой тогда когда у лёня пришел с леса первый сход был вы говорили стояли сейчас на большой стимулятор был первый исход я тогда поставил маленький ну как маленький а поставил где-то 12 12 это стимулятор это самый распространенный 10 12 самый распространенный я кстати поэтому 10 12 меньше всего и вижу потому что таких районах которые обловлены сильно когда ловишь на что-то на что ловит многие получается не очень а у питера там в австрии конечно ловит единицы и в общем поэтому стоит на что угодно я монтирую крыло отрезаю много вытаскиваю лишние вы сейчас довяжем я пойду работать удачи я тоже я пойду наверное не работать пойду детей прогуляю в общем у меня работа пока дети спят утром если вика по идет с ларсом это моя работа час-полтора другое время это не я сегодня был на набережной там у нас полиция кордоны ставила проверяла машины то куда едет количество людей так они за счета с ниткой она запуталась ниткой завязать ты можешь нет запуталась я говорю я запуталась так что ты не можешь сверху сделать узел нет я не про это я вставляю далее вот я еще далеко и кстати попробовал вот эти вот ремешки то просто матец прислал нет я еще не принес их с машины я положил бардачок с коробками да не рассказал что у нее есть новые конфетки ты сказал что нужно 50 штук в день съедать потому что у нас там как бы хочется уже наполнить их мушками в общем для того чтобы вязать сиди седок понял мне надо очень очень много сидиси самого смотри если ты вяжешь очень большие крючки у тебя расход материалов большой процентов это экспериментальный момент да то есть я вязал такие они получаются очень красивый точки зрения того что они растекаются на воде вроде бы это должно давать преимуществ для того чтобы что сидиси до сидиси который ложится на воду получается что есть в этом определенное преимущество того что поверхность получается большая и так далее но тем не менее мне как бы не жалко материал я говорю мне на несколько раз нитки и несколько раз просто надо петлю даббинговой делать поэтому самого начала спросил один раз я не подумал что у нас разные размеры крышков да 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 это кстати я когда первый раз ехал вот в тот район в районе гидрицы я списался с одним словенцем она не называю гидом потому что он так не особенный рыбак речку речки знает ну так как сам не очень такой рыбак и он мне тоже там все паттерн заприслал и все это как я был неопытный и он неопытный я все навязал приехал груда все хорошо но как бы у тебя нимфы во во-первых как мы по израилю 12 номер а мне тут нужны 16 18 а во-вторых у тебя очень как как мы в израиле свое время сейчас я не знаю клюет на это или нет может тоже изменилось золотые головы потому что голова потому что вода мутная золотые головы а в словении когда голова золотая хуже клюет особенно днем потому что вода прозрачная что-то очень яркая форель которую там ловили уже по сто раз да 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 как бы принц все в порядке но как бы я тебе сказал что принц но как бы нужен был другой размер и что было делать но правда потом я вытащил стимулятора на 4 я смотрю вспоминаю моки были нормальные размеры я мотину похожих на наш я мотину мушки не видел но я в коробку к нему заглядывал а я не не дошло до этого моте хороший рыбак тут вопросов нет он рыбак прямо и азартные перерожденный а тот славянец он просто хочет денег заработать при этом все время жалуется дошло что жизнь тяжело такой и мы все мешает когда нашел кажется что у всех больше чем у него я там горах ухитрился встретить пьяного мужика в дюбель именно местного если они все такие в горах да цветочки нюхол лежа ну в общем не результат нравится он очень похож на ручейника точки зрения своего рельефа я застрял с этой ниткой не могу ее расщепить когда я первые а для того чтобы расщепить нитку слава тебе нужно и вот так вот вниз погладить посмотри на меня да ну а ты как бы перекрученые учиться и не вот и я я я не пальцем вот смотрите да-да дай бобина держатель вращаться слова смотри на меня и делай вот так палец вот так палец за пальцем а это бобина держать а сейчас раскручивается да 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 и она станет плоской ты это почувствуешь видишь немножко получится я хочу просто покрости не хочу им подцепить и волкой да да но тебе для этого нужно сначала сделать плоской я таки делаю такое впечатление что она где-то нижняя часть плоская верхняя там пару сантиметров не раскручивать способ не иголка сначала пальцами делать такой же не крутится бабина держать ручку поставишь немножко еще как крутится пошел и тут в общем я могу тебе сказать что у меня ничего вот так легко не получалось поэтому если что-то там я и понял то в общем я действительно не тот кто прям вот раз и сразу все получилось у меня очень много не получалось и мне кажется что именно в этом преимущество того что я могу легко научить это кстати к математике тоже относится я вот математику не очень хорошо знаю поэтому мне легко и научить когда я готовлюсь к уроку мне нужно досконально все понятно и в отличие от каких-то там гениальных учеников которым все понятно и так и знаешь одна из самых большим проблем учеников которые ко мне приходят это дети учителей математики которые которым учителя там родители говорили я не понимаю как такая простая тема может быть непонятно между хорошим и плохим учителем потому что даже если они знают одинаково знание одинаковые да хороший учитель понимает что может быть непонятно в этом материале а плохой не понимает вот это все разницы между моря до меня вопрос после того я боролся с этим вот сиди си поэтому скажи мне после того как я закончу тело как я мою дальнейшие действия закончил тело дальше когда ты заканчиваешь тело у меня когда я пришел уже к сейчас попробую свою мушку показать когда я пришел к закончил тело и у меня получилось что между телом и ну-ка не фокусируется я получился я сделал тело у меня я увидел что у меня между телом и крючком большая ступенька получилось все себя на эту ступеньку положил крыло на бы как бы поломалась то есть но поэтому мне нужно было если у тебя есть разница перепад до крючка между телом и крючком слава с маринами да я слушаю тебя невозможно посмотри как я тут пальцы скривил часы у меня это я вот сюда положил в этот уголочек немножко дабинга вот вот сюда чтобы выра я понял чтобы я понял вот так понимаешь я понял поэтому посмотрите у меня за счет того что у меня размер крючка больше у меня нет такого грубого перехода лично если нет грубого перехода ты можешь просто монтировать крыло я просто крыло ставлю как обычно до этого это из-за того что дабинга действительно вот и когда маленькие размеры там наверно чувствую маленький размер получать я много намотал у основания получилось у меня переход большой который бы это крыло сломал ну или делал бы его не таким красивым как она получается в итоге ну нет он просто мог мог сломать их их и тогда мне крыло просто раз распушилась в общем с телом понятно мы только вот этот вот никак просто вот такое что он и есть и тело проволоки никакого петушиного пера а проволока здесь не нужно потому что в общем уже все ниткой замотали да просто так как его искусает рыба в общем не должен никуда деться потому что мы почему перо прикрепляем проволокой потому что обычно после вываживания рыбы у тебя пушка в общем готовы еще работать а вот это перо которое вокруг тела где-то он его надкусил и и она все не работает уже поэтому защищаем проволоку и она защищает это отлично да отлично получается ну понимаешь еще один момент очень важный у меня прямо вот там где лежат перья сиди си в моем этом замечательном замечательной сумочке лежит и сиди си флотан выглядит лайк разумажешь я сразу мажу потому что это нельзя намазать потому что нельзя намазать на на реке потому что он просто расплывется масляным пятном по воде то есть у него у этого сиди си яма же только с ним он должен высохнуть да иначе он просто расплывется по воде кроме того что он будет и рыбу отживая рыба углевая в общем никакого эффекта у него не будет есть я вот это тело аккуратненько этим сиди си смазываю опять же только в тех местах которые касаются воды потому что нет смысла смазывать не спинку нет смысла смазывать конечно крыло тем более что крыло к себе синякова отношения не имеет имеет смысл смазывать часть которая реально будет касаться воду окей теперь значит я ставлю пирог до ставлю пирог как обычно так обычно но с пером еще вы как раз может быть и хорошо что я довязал и смогу посмотреть на тебя с пером важный момент тут такой если мы боимся чувствуем себя неуверенно получится нехорошо то есть мы должны перо держать рукой сильно домиком вот так первая петля и 2 вверх затянули прям сильно потому что пока я держу пальцами ничего с ним не произойдет потом я ушел в сторону крючка сильно все это замотал вытягивая вверх подтягивая вверх а потом уже сверху намотал еще один виточек сиди си но уже темно я бедного тебя заставлю сегодня расщепить еще раз нитку не понял cdc когда мы делают вместо дайбинга вместо давинга вместо петуши набера на голове я тоже делают cdc потому что мне показалось когда я делаю подожди ветру я те про петуши наберу судя мы петушина не стане на голову ну на голову странам опять cdc потому что мне показалось что когда я ставлю на стимуляторы часть сиди сейчас петух из-за того что петушиное перо жесткое она просто как бы ставит мушку такую позицию в которой она прокалывает воду и быстрее танк тонет например представь что сейчас подожди давайте я понял значит смотри я сейчас я перо я крыло поставил дабинг я делаю прищепляешь нитку оставляешь сиди си там темный черный темно-коричневый в общем желательно хотя ты знаешь у меня был один раз один раз когда мы были со стасом в плавении трикосы трикосы это чудовищная мушка плохо плавает плохо видно 20 18 номера ты как бы как палки у тебя уже глаза на на стебельках как у улитки такие уже знаешь и тело у меня было например коричневая подходит форель смотрят не клюет у стаса была черная подходит форель смотрит поэтому в общем может быть имеет значение цвет особенно когда я пока навожу порядок своих пёрышках я вообще очень доволен то есть в общем если если судя по всему она получится и запись поэтому в общем достаточно продуктивно мне кажется мы сегодня занимаюсь так что это просто надо у меня есть много сиди сильно мне надо его сейчас о я иногда я иногда перебираю своих смотри какой пойдет цвет да но он светлый такой светло-серый да это выглядит темно-серый ты заводился он темнеет воде сейчас я еще найду я не знаю будет ли там столько воды чтобы он потемнел до темно-темного ты видишь у меня сооса как я перееду ну я даже знаю кто-то их привозил это ты привозил а что делать у меня не было лучше более смотри у меня теперь я не знаю даже более вот такие вот для чего перья я думаю что это тоже когда я покупал предлагали делать из этого крылья для мокрых мушк я тебя задерживаю нет есть светло-серые есть такие есть темно-зеленые вот такие вот есть давай темно-зеленые правда крутые то есть я делаю сейчас сначала стоит подготовить сиди себя потом уже расщеплять почему я тебя задерживаю я так понимаю наоборот конечно это первый я не был готов я думал мы будем клинтхаммеры делать я сделал этот вот ждал не все отлично о Ножнички. Ножнички. Так, расщепляем. До того, как ты расщепляешь, тебе нужно его сначала выровнять. Да-да-да, я сейчас это сделаю. В общем, смотри, должно быть удобно. То есть, если у тебя что-то не получается, ты что-то делаешь неудобно. Это не значит, что... Опять же, знаешь, какой принцип с преподаванием вообще и с обучением, мне кажется? Если у тебя что-то не получилось, то это не из-за тебя. Я из-за того, кто... Не, я... Не, не, Боря, сейчас все хорошо получилось. Отлично. Вообще, эта техника очень классная. То есть, с этой техникой можно делать... Представляешь, обмотка тела у того же, например, Илк Кадис и кого угодно. То есть, получается, у тебя и дабинг получается очень классный CDC, очень тонкий, легкий, без этой ости. И вот эти вот головки. Ты можешь, кстати, когда ты нимфы вяжешь, торакс сделать вот так. И получится, что у тебя очень подвижный будет торакс под водой. И тебе никак его увеличивать. Согласен, Горя. Не, не, классно. Вот это вот с петлей и даббинга CDC, это очень хорошо. Да. Теперь, когда ты будешь обматывать головку, ты не забывай в сторону вот... Назад. От колечка. В сторону острия, не в сторону, а от кальца. В сторону цевья, вот так его немножко рукой брать. Вот так вот сейчас вот и начнем. Он красиво очень так ляжет, получится красивая башка. Вообще обалденный. Вот этот я достал, он длинный. Ты видишь? Я вижу, что сегодня на Фейсбуке мы увидим фотографии сухих мушканиньев. А это надо будет, я пойду по работе вечером, может быть, сфотографирую вот это вот. Я вижу уже, что получилось кайфово. Я вижу по цветовой гамме, что она очень классная. Ты так не переусердствуй, чтобы у тебя осталось там, чтобы крючок не завязать. Если ты видишь, что у тебя там лежит. Я специально подгоняю сейчас назад, чтобы... Супер. Мне нравится, я прямо отсюда вижу, что цветовая гамма очень удачная. Классно. Ну, супер. Чем бы сфотографировал вечером тогда. И тот, и этот. Жалко, конечно, что в следующий раз мы будем больше готовы. Я думаю, что просто батарейка сильно расходуется. Но я долго ждал, ты знаешь, я подготовился, я ее заряжал вчера. Ну, она, видимо, когда показывает монитор, она, конечно, исключительно сильно напрягается и работает. Но я очень доволен. Она дело в том, что в ладью только может работать в таком режиме, да? Да, да, да. Вот из-за этого она и это вот. Ну, смотри, дай бог, чтобы все записалось. Мы посмотрим, как этот будет ролик. Я потом его выставлю в YouTube. Но у меня же это не записалось, я так понимаю. Почему? Я записываю. Ты записывал же нехорошее изображение. Я там страшный, ты меня не отводишь. Постарайся так меня не... Ну, смотри, кроме нас троих никто не видит, а я думаю, что в общем... Супер, если кроме нас, так и нормально. Ты меня уже видел. Посмотри, мне кажется, что в этом ролике есть вещи, которые могут быть полезными. Посмотрим, как они выглядят. 100%. Может быть, мы кому-то это и покажем. Слушай, мы можем это вот. Вообще, если когда-нибудь у нас будет время... Я вот хочу ножничками здесь немножко, можно? Ты уже связал, привязал? Да. Ты уже пришел? Чтобы можно было мне нормально ее обклеить. Она чистая, колечко чистое, просто пух. Сильно немножко. Но у тебя нитка уже отрезана, ты уже завязал, верно? Да, да, да. Все, тогда да. Потому что я боюсь ножницами трогать, пока узлами. Не, не, я завязал тоненький узел, я просто... Зачекнись где-то не там, у тебя упал. Я просто освобождаю колечко, чтобы мне было комфортнее. Не, она очень красивая. Ну, покеш поближе. Камень. Подожди, сейчас я клей капну. Давай. Можно? Конечно. Я клей же всегда стараюсь сейчас. Я думаю, на большой еще оно лучше видно. Конечно. Для фотографий может быть не так практично. Смотри, стимуляторы я ловил от 20 номера стимулятора. До четвертого, до четвертого, до двадцатого. И в этом спектре не было стимуляторов, которые не работают. У нас, если мы говорим про рыбалку, у нас, у Сачи, шестнадцатый и четырнадцатый номер – это максимальный размер. В той же самой Словении у тебя нет максимального размера. Это ограничено просто твоей удочкой. Просто на маленьком рыче. Я, кроме как у Харди, у Смаглера, не видел большие классы удочек короткие. А брать, например, шестой класс удочки, чтобы забрасывать там шестой номер стимулятора, и она будет там 2,70. Не, ну вот моей, допустим, лупом, он рассчитан под сутье мушки. Но, видимо, под такие. Ну да. Опять же, четвертый номер – это не чтобы бросать шестой размер мушки. Четвертый номер – это может быть десятый. Классный? Он классный? Классный? Супер. Отлично. Просто свет, я понимаю, что свет перебивает камеру. Да-да-да. Ну, мы посмотрим это вечером. Я бы вот… Ну, вот это крыло можно просто пальцами так вместе сделать, но он выглядит так, то есть он, в общем, и должен плавать отлично. Пальцами он не сильно-то это вот… Ну, он не сильно распуширенный, он просто такой. Он все равно в воде будет нормально. Классно? Горя, спасибо за науку. Спасибо большое. Видишь, узнал что-то еще хорошее? Я не знаю ничего нового, что я мог бы тебе рассказать про стимулятор. Не, ну этим я не этот вот, я не пользовался. Вообще, вот этой методикой вязать CDC, я знал, но я не пользовался. Я один-два раза на муху это сделал, но вот так вот не мучился, не заморачивался. Ну, когда несколько раз это делаешь, можно, в общем, не заморачиваться. Сам Петиджан, у которого я это видел впервые, продает нитки, которые очень легко расщепляются. Естественно, они немножко толще, но для 10-12 размера мушки они вполне имеют право для использования. Слава, я хочу тебя поблагодарить, большое спасибо. Тебя тоже спасибо. В общем-то, практически были на рыбалке. Кайфанули, да? Останавливаю, да? Да, все, Боречка, до свидания. Вике, привет, извини за беспокойство. Все, пока. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай.